Всем доброго времени суток! Канал Мир вокруг Келобита снова с вами. У нас сейчас рубрика Забавные животные. И сегодня мы познакомимся с таким интересным существом, как рак отшельника. Вообще, раки-отшельники представляют надсемейство десятиногих раков из инфраотряда неполнохвостлых. Большинство представителей используют в качестве укрытия пустые раковины брюхоногих моллюсков. Отсюда, собственно, пошло и их название, то есть раки-отшельники. Раки-отшельники обитают обычно в приливно-отливной зоне и на мелководьях морей. Ну, то есть глубина такого обитания должна быть где-то до 80 метров. Некоторые в опасном состоянии способны надолго покидать водную среду, возвращаясь лишь в период размножения. Всего данное надсемейство включает 450 видов. Некоторые представители, такие как пальмовый вор и камчатский краб, не используют раковины в качестве убежища. Это имеется в виду десятиногие раки. Облик раков отшельников многом обусловлен обитанием спирально закрученной раковины, как я уже сказал. Наружу из раковины торчат только три пары ходильных ног. Их еще называют переоподов. Ну вот, мы, собственно говоря, видим, как он забавно передвигается. Вот, действительно, только некоторые такие вот лапки мы видим из-под раковины. А само тельце скрыто внутри. Первая пара лапок несет клешни разных размеров. Более крупная клешня у многих представителей используется для затыкания входа в раковину, да, в случае опасности, конечно. Четвертая и пятая пары ходильных ног развиты слабее и служат для закрепления в раковине. Брюшной отдел у таких раков асимметричен, закручен вдоль спиральной оси и, в отличие от головогруди, покрыт мягкой, не обезиспленной кутикулой. Исключение составляет лишь первый и последний шестой сегменты. Обычно правые конечности брюшного отдела, плеоподы, подвергаются значительной редукции, тогда как левые сохраняются и создают ток воды, благодаря которому через покрытые мягкой кутикулой покровы осуществляется газоотмен. Таким образом, раковина выполняет не только функции механической защиты, но и обеспечивает устойчивость к сухим средам. На левых конечностях брюшного отдела у самок обычно развиваются яйца. Морские раки-отшельники, как правило, одновременно и хищники, и падальщики. Они питаются кольчатыми червями, моллюсками, иглокошами, другими ракообразными, которые поменьше размером, а также остатками погибшей рыбы. Они гнушаются фруктами и овощами, а в неволе могут есть специально приготовленный корм. Как мы видим в данном ролике, показано, что это существо забавное и безобидное, для человека практически безвредное. С вами был канал Мир Вокруг Трилобитов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем привет, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok